Добрый день, друзья! Начинаем цикл передач про восстановление положения сидя, про баланс в положении сидя. Не только людям далеким от реабилитации, от проблем нейрозаболеваний и нейротравм кажется странным изучение баланса сидя. К сожалению, важность поддержания этого баланса зачастую не понимают даже реабилитологи и сами пострадавшие. Между тем, в современных условиях, в условиях современной жизни умение поддерживать баланс сидя является более значимым фактором для восстановления качества жизни, чем даже поддержание положения стоя и самостоятельная ходьба. Есть масса примеров, когда люди на коляске руководят огромными предприятиями, содержат семью, активно участвуют в творческой, общественной, производственной жизни. И все это становится совершенно невозможным, если человек не способен самостоятельно сесть, поддерживать положение сидя определенное время и самостоятельно перейти из положения сидя обратно в положение лежа для отдыха или сна. Итак, тема очень важная. Мы с нашими подопечными работаем очень много в данном направлении. И сразу анонсирую, будет несколько видеозаписей на эту тему, которые связаны единым ключом, которые связаны единой темой восстановления баланса сидя. И некоторые вещи покажутся вам совершенно необычными и не относящимися к делу. Вместе с тем, в коллективном бессознательном, под балансом сидя и под обучением этому балансу понимаются какие-то совершенно непонятные вещи. Итак, рассмотрим наиболее распространенные ошибки в балансе сидя. Первое и самое главное. Это игнорируется способ, возможность, каким образом человек переходит из положения лежа в положение сидя. Если ваш подопечный, если вы сами или ваш родственник способны сидеть, но не можете самостоятельно сесть из положения лежа, то это то же самое, что вы сидеть не способны. То есть, в этом навыке вы на 100% зависимы от внешней помощи. Поэтому первая и важнейшая ошибка, которую допускают на этапе восстановления баланса сидя, человека не учат садиться. Мысль простая. И вы знаете, да, я тоже удивлен. Я практически не встречал тех подопечных, которые бы рассказывали, что их учили присаживаться в кровати или на коляске. Второй интересный момент. Когда человек уже находится в положении сидя, то пытается от ситуации, когда он сидит с опорой на спину, сразу перейти в состояние баланса. И в этом случае, конечно же, удача не подстерегает, потому что получается, что человек от нагрузки почти нулевой сразу переходит к нагрузке стопроцентной и без каких-либо промежуточных вариантов. Это тоже не ведет к успеху. Люди финансово обеспеченные для восстановления баланса сидя используют роботизированные кровати, которые выводят пациента в положение сидя. Дорогие друзья, сразу предупреждаю, это не ведет к успеху. Это будут просто выброшенные на ветер деньги. Положение сидя может быть за счет такого почти циркового баланса, когда внешней помощью человеку прибыли положение более-менее устойчивого сидения и он находится в этом положении как можно более продолжительное время. Это также тупиковый вариант. И, наконец, как вы могли уже догадаться, если человек, который из-за положения сидя не может самостоятельно лечь, этот человек также, можно сказать, что он не может сидеть. То есть, навык инициировать и завершить это столь же важно, как и все остальное. Вот я перечислил основные ошибки при обучении балансу сидя. Также предполагается короткое видео об анатомических предпосылках к обучению балансу сидя и положению сидя. И остальная информация будет в открытом доступе. Это конкретные примеры тех людей, с которыми мы занимаемся. И в закрытом доступе в блоге по адресу BoostyToRehab смотрите адрес в описании под видео. Будет подробный разбор, как приступать, с чего начинать и пошаговая инструкция к выполнению. И думаю, что будут разные варианты доступа. Для наших привилегированных подписчиков с наиболее высоким уровнем подписки будет подробная пошаговая инструкция, как и что выполнять. В общем доступе будет выложена общая информация на эту тему. Всем удачи! Ждите следующих видео. Пока!